Не очень получается. Ты с своими ужинами из врагов друзей делаешь. У нас в гостях психолог, специалист по коррекции нарушения пищевого поведения Евгения Дашкова. Доброе утро! Доброе утро всем. Сегодня пройдемся мы танком по мужчинам и их питанию. Вот почему бы мы экзекуцию устроили, пока песня играла. Ну и чем ты сегодня завтракал? Тоже мне экзекуция. Я спросила у человека, чем завтракал. Да, чашечка кофе. Прям вот такое мучение. Кружечка кофе, сыр, хлеб, иногда йогурт. И все. А где же клетчатка, сказала Евгения. Где же клетчатка, спросила я. И сказала, соленый огурец можно с утра. Например, да. Да? Соленый огурец с утра. Слушай, ну давайте... Чем его запивать, мы оставим. Поскольку у нас сегодня тема питания мужчин, я как-то хочу солировать. Можно? Ну, попробуй. Пусть это будет моя рубрика сегодня. Давайте. Теория. А можно я тоже буду солировать? Да, ну, конечно. Чем вообще отличается-то? Люди-то мы одинаковые, в общем-то. Организм. Ага, чем отличается что? Питание мужчин от питания женщин. Да, в общем-то, ничем оно не отличается. По большому счету, да. Но есть такое понятие расстройства пищевого поведения. Оно есть и у женщин тоже. Но у мужчин какая-то своя специфика, правильно? Да, своя специфика в том, что раньше считалось, что расстройство пищевого поведения такая женская прерогатива. И женщины у нас постоянно худеют, что-то там толстеют, переживают про вес, да, и по этому поводу еду свою как-то меняют. И так было долгое время, до последнего буквально десятилетия, когда у мужчин питание стало очень сильно нарушаться. И теперь, если взять всех людей с расстройствами пищевого поведения, то примерно четверть из них это мужчины. Интересно, с чем это связано? Связано с тем, что к мужчинам, к телу мужчины стали предъявляться требования. Если раньше от мужчины было достаточно нормально работать, приходить домой, приносить зарплату, там что, ходить? Ходить. Ходить. Это суперважная требования. Уже хорошо. И ты уже мой король. Да, ходишь, молодец. Ходишь, да, молодец. Беру я, согласна. Так вот, то сейчас уже требуется, чтобы тут кубички, тут вот там прессик. Руки-вазуки. Руки-вазуки, да, какие-то. То есть тело стало таким, ну, значимым атрибутом успешного мужчины. Особенно это касается тех мужчин, которые заняты в спорте. Особенно касается фитнес-тренеров, которых у нас сейчас прямо, прям много их у нас. И там, конечно же, они начинают со своей дойкой что-то делать. Если нормальное питание для мужчин, это что такое? Я хочу есть, я ем. Я наелся, я перестал есть. Да, это для всех людей нормальное питание. И питание более-менее разнообразно. В нем там есть не только дошек, а еще что-нибудь, например, да. Огурец. Соленый. Соленый, да, с утра. Так вот. То, когда человек начинает как-то сильно заботиться о своем теле, а сейчас еще такой тренд правильное питание, очень многие мужчины тоже стали заниматься правильным питанием. Вот это там все сыроедение, веганство. Очень много методик. Очень много. Да, очень много разных самых методик. Правильное питание, здоровое питание, такое питание, сякое питание. И питание начинает занимать очень много места в жизни. И у мужчины уже не остается времени на то, чтобы сходить с женщиной в кафе, например, на то, чтобы воспитывать детей. То есть вы ведете к тому, что зацикливание некое происходит? Да, да. То есть основной критерий того, что съедовать что-то не то, это то, что еда и тело начинают занимать очень много места в жизни. Очень много. И человек, ну то есть буквально, я знаю людей, которые, они объезжают весь город в поисках правильных продуктов, например, да, в поисках, не знаю, шпината или какой-нибудь органик, органик-онли, не знаю, сои или глютен-фри, еще чего-нибудь. Нут. А, нут. Проростки пшеницы, вот эти вот все вещи, да. И, ну, конечно, уже время на жизни остается просто-напросто. И отдельно у мужчин это такая выделяется особенность мускульная дизморфия. Это что такое? Как это выглядит? Когда человек постоянно кажется, что он, простите, дрищ. А, я знаю. Это вот когда они начинают ходить в зал, после первой тренировки они такие, о, все, качок, смотри, прям изменился сильно. Потом, когда он начинает все больше и больше ходить, он начинает сравнивать себя с другими качками, которые уже много лет этим занимаются. Кажется, все, я дрищ, я дрищ, я дрищ. Слушай, давайте поменьше терминов. Что такое качок или наоборот? Пауэрлифтер. О, красиво. Пауэрлифтер. Тут я очень осторожно хочу сказать, я тебе говорю, да, что все люди, которые связаны, допустим, с пауэрлифтингом, с... Но пауэрлифтинг это уже спорт. Это спортсмены, это люди, которые посвящают себя спорту. И смотрите, в чем сложность, что я вот как обычная девушка, например, обычная женщина, не спортивная. Я прихожу в зал, да, и я не знаю, как мне тренироваться, я хочу как-то там спину подкачать, еще что-то. Я вижу тренера кого, как правило? Спортсмена. Мужчину, как правило, спортсмена. То есть я вижу человека, который там проводит все свое время, соответственно, у него питание организовано вот таким образом, и движение организовано таким образом, и он мне, как женщине, а у мужчины и женщины все-таки разные особенности сбрасывания веса, например. Мужчине это проще сделать. Мужчины меньше заедают едой эмоций. Да. Да, да, да. Зато они больше реагируют. Запивают эмоции. Зато они больше, для мужчин больше характерно. Я вижу еду, я ее ем. То есть он весь день такой, самое частое, я весь день не ем, не ем, не ем, вечером пришел и всю еду, что есть я смел. Это чисто мужская такая тема. Это плохо или нет? Ну, это особенности мужчин. То есть если женщины чаще все-таки склонны к мациогенному перееданию, к тому, чтобы заедать эмоции, мужчины чаще заедают голод. Это проще корректируется в этом смысле. А другая разница между проблемами в пищевом поведении у мужчин и женщин после рекламы. Давайте. Евгения Дашкова у нас в гостях, психолог, специалист по коррекции нарушений пищевого поведения. Сегодня говорим о проблемах у мужчин. В некоторых особенностях. Сейчас за эфиром очень страшные вещи рассказала, пусть теперь вас напугает. Но мы остановились на зацикливании сейчас, на некой моде на вот это вот тело, систему питания и т.д. И иногда мужчина, наблюдая себя после какого-то комплекса, очень начинает переживать за собственное здоровье. Да, я вот то, что хотела сказать. То есть какая-то анорексия. Ну, это мускульная дизморфия, похожая вещь, да? И смотрите, тут важно в чем? Что мужчина никогда не пойдет за помощью. Считается, что это женская проблема, да? И никто не знает про такое заболевание, как мускульная дизморфия, при котором человек не придуривается, он не притворяется. Ему правда кажется, что он худой. Очень сильно похуде. Да, да, да. Он правда это так сильно видит. Он видит, что у него нет мышц, у всех-то есть, а у него нет. И он правда начинает предпринимать очень много усилий, что очень вредно для здоровья, да? Это уже какая-то стадия первая слабая шизофренилия. Ну, это не шизофренилия, нет. Это другое, это психическое расстройство. Когда я начинаю постоянно хотеть себя вот как-то изменить. И сложность в том, что мужчины никогда не пойдут к врачу, потому что у нас, ну, это нормально, да? Это поощряется, в общем-то, что мужчина должен быть накачанным, должен... А если ты еще правильно питаешься как-то, то это вообще как-то очень здорово. Не знаю, что еще говорить. Простите меня о чем-нибудь. Я представляю себе разные виды. Но у меня вот, знаете, как у вас нет такой обеспокоенности. Наоборот, мне кажется, это хорошо, когда спорт приходит в нашу жизнь, когда становится меньше людей... Ну, все должно быть в мире, да? ...с такой неспортивной фигурой. А вот еще хочу сказать вот такую вещь. Когда помешался на своем теле, это страшно. Сейчас появляется такое расстройство, оно называется синдром избыточных тренировок. Оно характерно и для мужчин, и для женщин, и для мужчин больше. Все-таки это когда человек тренируется очень много, и опять же, все сконцентрировано на спорте. Ну, помешайте свое это. Да, помешайте. То есть спросите себя, вот если я заболела, например, да, у меня что-то там насморк, что-то побаливает, пойду я на тренировку или нет? Если, например, мне предстоит выбрать сходить с друзьями на встречу, там собираются друзья, например, да, или с девушкой в кино, а у меня тренировка в этот день, что я выберу? И вот эти вопросы, они такие, ну, достаточно критичные. Если я выбираю тренировки, и они для меня важнее, чем... Мне кажется, если ты не олимпийский спортсмен, у которого эта профессия и вся жизнь, то жизнь всегда должна быть важнее, чем спорт. Вот. То есть мы тренируемся для жизни, а не наоборот. Про читмил расскажи, за эфиром рассказала, супер страшная вещь. Да, сейчас очень модные такие вещи, как читмилы, они очень активно распространяются среди спортсменов, то есть как это выглядит. Даются рекомендации, ты всю неделю кушай овсяночку, листики салата и куриную грудь, например, и пей пропейновые коктейли, ппшечка, да. А на выходных ты позволяешь себе читмил или читдэй, то есть день срыва или прием пищи срыва. Это выглядит совершенно страшно. Когда можно всё. Когда можно всё, да. Это выглядит так, что человек закупает себе домой два торта, человек закупает себе домой мороженого, жареную курицу. Всё, что он не ел на неделе. Всё, что он не ел на неделе. На неделе пиццу ещё, чтобы он, может быть, и не съел, если бы ему это можно было. И он съедает это всё за раз. То есть человек просто не останавливается, он целый день это ест. Это же очень большая нагрузка на желудок и на другие органы. На поджелудочную, на всё подряд, да. Это очень потом тяжело. Скачок сахара, скачок всего-всего-всего. Потом нужно объедаться ферментами, чтобы это всё переварить. И это всё преподается как правильное питание. Вы понимаете, как здоровое питание, да, потому что к здоровью не имеет никакого отношения. И поэтому, ну, то... Если ваш тренер позволяет вам читмил, это не настоящий, это плохой тренер. Нет, это, ну, я всегда советую, если вы идёте тренироваться, да, попросите тренера не давать вам советов по питанию. Советы по питанию должен давать профессионал. Профессионал по питанию. Диетолог, нутрициолог, да, специалист по здоровому питанию. Но не тренер, поскольку они, как правило, ну, не то чтобы я их обменю, они это слышали, им сказали, что это правильно. У каждого там своя методика. Они верят в это, да. Плюс у каждого свой организм, который что-то вынесет, что-то не вынесет. Евгений, ну, всё-таки ещё хотелось бы поговорить о каких-то будних днях, ну, то есть нормальном питании, да. Если ты не ходишь в зал. Ты сказал такую вещь, вот когда хочется кушать, тогда кушай. Это так? Конечно. Или всё-таки существуют, ну, общепринятые какие-то рамки? Ну, общепринятые стандартные нормы, они очень простые. Еда должна быть примерно каждые 3-3,5 часа. Три стандартных приёма пищи, то есть должен быть нормальный завтрак, нормальный обед, нормальный ужин, да. И между ними могут быть какие-то перекусы, то, что вам, не знаю, вкусно, то, что вам, то, что есть под рукой. Всё. Это гарантия того, что вечером вы придёте, и вы не проведёте вечером телевизора в обнимку с двумя упаковками попкорна. Вот это самые простые рекомендации, которые я могу дать людям. Берите с собой из дома еду, обедайте на работе, да, не пропускайте обед, берите какие-то перекусы, там, бутерброд съесть между обедом и завтраком, это нормально. И смотрите, что в вашей еде были любые овощи и любые фрукты. Это очень важно. Это очень важно. И утром, и в обед, и вечером. Пусть это будет пол яблока, пусть это будет банан, пусть это будет огурец, перец. После того, как Евгения появилась в нашем эфире, я стала есть больше фруктов. Перекусы, это не обязательно яблоко, это может быть нормальный, обычный перекус, кусок обеда, например, я не знаю, да, бутерброд, всё что угодно. Бареник. То, что перекусать нужно яблочком или кефиром, это неправда. После яблочка или кефира вы очень сильно захотите есть. Правда, что яблоко разгоняет аппетит? Конечно. Яблоко, кефир, каши, да, они разгоняют аппетит очень сильно. Поэтому просто ешьте нормальную еду, добавьте туда немножко овощей, добавьте туда немножечко кальция. Есть наверняка всё равно мужчины, которые больше других подвержены вот этим проблемам с пищевым поведением. Так называемые группы риска есть. Кто это? Это прежде всего спортсмены. Это спортсмены, причём те, у которых есть требования к весу. Жокеи, балетные, гимнасты. Как в определённой массе, да. Ну, они, как правило, набирают вес, они, как правило, а вот, допустим, сушки, все вот эти, да, пауэрлифтинг, там, где нужно, ну, как это называется. Подсушиться, да. Да, там, где нужно подсушиться, это очень опасно. Это очень опасно, потому что там и почки страдают, и печень, и поджигонечная. Если без присмотра профессионал, опять, как мы говорим, да, то это опасно. А профессионалы, наверное, не позволяют. Ну, вы знаете, спортсменов профессиональных, которые выступают в определённом весе, им нужно, например, в тренировке согнать вес. Их часто увозят при тренировке просто в больницу, потому что они ничего не пьют, они выводят эту всю жидкость из организма, и это, конечно же, профессиональный спорт, это здоровье. Поэтому нужно прилагать силы, чтобы делать удар, если в тебе жидкости нет силы. Я хочу вкусным завершить, есть ещё один такой вопрос. Может быть, это тоже, опять же, такой образ мужчины, да, мужчины ещё ассоциируются с таким стейки, шашлык, вот это всё, мясо. Хищник. Про группу риска я ещё хотела сказать, про группу риска, руководителя. Люди, которые работают на ответственной, сложной работе, которым некогда поесть вечером, они себя весь день контролируют, 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 вечером они приходят, снимают этот контроль, и они переедают вечером очень сильно. То есть это вот люди, которые... Есть нюансы в нашей профессии. Ну, так вот, про мясо, да. Про мясо, пламя, вот то, что образ мужчины ассоциируется, да, с шашлыком, стейками, мят, можно вообще? Ну, кто я такая, что вам запрещает? Что лучше, мальчик-веган, который бегает по всему городу за шпинатом, или парень, который объедается мясом? Зачем объедается? Смотрите, сейчас наиболее такая аккуратная точка зрения, но лидирующая, о том, что большое количество красного мяса, то есть свинины, говядины, вот эти все штуки, оно все-таки не очень хорошо для сердечно-сосудистой системы. Но белок должен быть, ну, его должно быть достаточно. Поэтому, если человек, например, веган, ему нужно сильно-сильно думать, куда ему этот белок брать. Курица, рыба, индейка, кролики, все вот эти вещи, они вне подозрения, их, конечно же, хорошо. Но сильно много стейков, ну, опять же, сильно много-то сколько? Сильно много-то и не съешь. Сильно много-то и не съешь, вы каждый день не будете эти стейки есть, они очень дорогие. Поэтому красное мясо, ну, не налегать, если есть выбор между рыбой, курицей, еще чем-то, но ее есть нужно обязательно не только мужчинам, а всем подряд. Ну и здорово, да. Вот за что я Женю люблю, потому что она приходит и говорит, да, ребят, ну что вы. Просто ешьте еду. Ну, думайте, что вы при этом делаете. Евгения Дашкова была у нас в гостях. Спасибо большое, до следующей встречи, в следующий вторник. До встречи, всего доброго. Ура, спасибо. Будем ждать, а сейчас приятного вам аппетита и хорошего настроения. Продолжение следует...